Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня какие-то чудеса происходят. Кто-то украл мою ссылку ведущего. В результате у меня какая-то ерунда получается. Ну ладно. Надеюсь, что меня не выкинут посреди вебинара. Тема сегодняшней нашей встречи – аудиостудия, а точнее поговорим сегодня о записи подкастов. Сначала я хотела немножко расширить тематику, но когда я начала погружаться в студию с подкастами, я поняла, что надо, вероятно, отдельный вебинар посвящать этой тематике. Может быть, даже не один, потому что вопросов много. Я сама начинающий подкастер, не сказать, что слишком много опыта. Но вот сегодня расскажу о своих каких-то экспериментах, удачах и неудачах на пути к созданию подкаста. Покажу инструменты, которые я пробовала использовать. Посмотрим, как это будет все работать. Покажу, конечно же, примеры разных подкастов. В основном я подбирала подкасты, которые создаются библиотекарями, библиотеками, поэтому их достаточно много в интернете, поэтому вот упор сделала на них. Но я думаю, подкасты можно создавать не обязательно в библиотеке, даже в школе. В сотрудничестве со школьниками тоже можно этим заняться, например. Ну, давайте перейдем. Соединение у меня немножко нестабильное, поэтому если какие-то проблемы будут со связью, может быть, будет что-то пропадать, глохнуть и так далее, пишите, пожалуйста, в чате. Сейчас, если меня слышно хорошо, сигнальте огоньком, и мы тогда начнем. Спасибо. Итак. Да, отлично, только у меня презентация не выращается. Ой, Татьяна, помогите, пожалуйста. У меня проблемы с перелистыванием презентации теперь. Ага, появилось. Спасибо большое. Итак, начнем с того, что такое подкаст. Если вы ни разу этим не занимались, не знаете, что это такое, или какое-то туманное представление о том, что такое подкаст, то вот несколько слов об этом жанре. Как он появился, этот формат, и на что он похож. Ну, вот традиционное определение подкастинга. Это процесс создания и распространения в сети аудио-видеофайлов в стиле радиопередач. Но если проще говорить, это вещание в интернете. То есть, по сути, вы создаете такую радиопередачу, условно, конечно, и размещаете ее в сети интернет. Название подкастинг произошло от двух слов. От слов iPod, портативный медиапроигрыватель, я думаю, вам знаком. И бродкастинг, совместное вещание, повсеместное вещание. В результате взяли часть одного слова, часть второго, и появилось на свет слово подкаст, которое сейчас используется. Это отдельный аудио- или видеофайл, или, может быть, даже серия таких аудио-видеофайлов, которые публикуются в интернете, на определенном сайте, и на эти подкасты можно подписываться. То есть, по сути, вы создаете такой аудиосериал, и даете возможность слушателям подписываться на него, и следить за новыми и новыми сериями. Чем подкаст отличается от аудиофайла? Ну, вот записали мы, например, какое-то стихотворение. Можно ли это считать подкастом? Или это просто аудиофайл? И где тут тонкая грань между одним и вторым? Ну, во-первых, и подкасты, и аудиофайлы – это цифровые продукты для прослушивания. Но аудиофайл – это все-таки законченное произведение. То есть, мы захотели записать стихотворение, мы его записали, на этом наш проект закончен. Подкаст – это немножко о другом. Подкасты – это отдельные эпизоды, которые объединены какой-то общей идеей, общей концепцией. Например, у вас аудиосериал по улицам города. И в одном подкасте вы рассказываете, допустим, о проспекте Ленина. В другом подкасте вы говорите об улице Володарского. В третьем еще о какой-то улице и так далее. То есть, у вас получается такой аудиосериал, и вот от серии к серии слушатели общую вашу идею проникаются. То есть, узнают о всех, о некоторых улицах города. И еще одна особенность такая – аудиофайл, он существует обособленно в сети интернет, вы просто его где-то опубликовали на какой-то платформе и поделились. А вот подкасты предполагается, что на них можно подписываться. Это тоже такая важная особенность этого жанра. И если говорить о плюсах и минусах, понятно, что у каждого жанра, в том числе и у подкастов, есть как плюсы, так и минусы. Сразу скажу, что я не поклонник подкастов, но на это есть разные причины. Но вот я собрала, на мой взгляд, и плюсы, и минусы этого жанра. Начнем с плюсов. Подкасты по сравнению с видеороликами создавать, конечно, проще, потому что вы не завязаны на картинку. Вас интересует только звук и только аудио. Вам не нужно искать красивые картинки, скачивать какие-то бесплатные видео для фона, искать какие-то... изображения, опять-таки, незащищенные авторскими правами, которые можно использовать и тому подобное. То есть в этом смысле времени будет немножко меньше, наверное. Дальше. В этом жанре еще пока небольшая конкуренция. Если видеоролики сейчас делают все, и самая, наверное, обычная библиотека может похвастаться каналом на YouTube и своей коллекцией видеороликов, то вот с подкастингом пока не так все распространено. Но не так уж много библиотек этим занимаются, и в школах тоже мало кто этим занимается. Поэтому если хотите прославиться, засветиться, то вот небольшая конкуренция в этом жанре, она присутствует пока. С помощью подкастов можно по-новому взглянуть на старые темы. То есть вы можете записать интервью, аудиоинтервью с каким-то известным человеком и сделать из этого подкаст. Можете целую радиопередачу, аудиоспектакль записать. То есть взять какую-то интересную тему и по-новому на нее взглянуть. Это тоже будет интересно. Сейчас этот формат считается модным. Не знаю, насколько долго это продлится, но пока он считается таковым. И плюс к этому еще большое удобство. Слушатели могут скачивать себе подкасты и слушать их без привязки к интернету. Это тоже большой плюс. И они могут параллельно со слушанием подкастов еще делать какие-то свои дела. То есть это тоже большой плюс в этом. Минусы. Те же самые плюсы можно обернуть и в минусы. По статистике, это не я придумала, это есть статистика, видеоролики все-таки в плане продвижения чего-либо считаются эффективнее. Правда, неправда, но статистика говорит, что так оно есть. Если вы собираетесь создавать подкасты, придется опознать очень много технических нюансов. О технических нюансах я буду сегодня говорить не обо всем, потому что я тоже все не знаю. Но вот то, с чем я столкнулась, я вам об этом расскажу. Пока на 2020 год всего 19% по опросам слушает подкасты. Это на территории России опрос проводился. Может быть, сейчас уже это число выросло. Но если вы хотите посмотреть на аудиторию, то вот не так уж много в процентном отношении. Но и самый большой минус, на мой взгляд, это периодичность выпуска. Если с аудиофайлами вы ничем не связаны, то есть вы их выпускаете, публикуете у себя в группе ВКонтакте либо на другой площадке, то подкасты хочешь, не хочешь, но ты обязан каждую неделю, либо каждый месяц выдавать на гора новый продукт. И вне зависимости от твоей усталости, от твоего творческого кризиса и тому подобного. То есть ты, по сути, становишься аудиоблогером. Ты должен периодично, обычно раз в неделю. Но вот я посмотрела подкастинги. В основном раз в неделю выкладывают кто-то реже. Поэтому можно добавить сюда еще, конечно, в этот список. Может быть, вы какой-то свой опыт сюда можете добавить. Но вот с этим я столкнулась. Давайте посмотрим, что можно сделать с помощью подкаста. Ну, в общем, практически все, что у нас есть в библиотеке, можно перевести в аудиоформат, можно ввести аудиоблог. То есть это вот самый простой вариант, когда вы на один на один с микрофоном что-то рассказываете. Там свои впечатления о книге, рассказы о мероприятии, рекламы о книге, в общем, все что угодно. Ток-шоу вы приглашаете каких-то участников, вместе с ними обсуждаете какую-то насущную проблему. Книгу, может быть, мероприятие, все что угодно, опять-таки. Интервью, опять-таки. Приглашаете человек, задаете ему определенные вопросы, он вам отвечает. Более сложные форматы, аудиоспектакль. Вы можете подключить сюда не только ваш голос, добавить какие-то звуки, многоголосие, добавить артистов, которые будут красиво все делать. Можно создать такой спектакль в нескольких действиях. Аудиокнигу таким же образом можно записывать, ну и можно виртуальную экскурсию провести. Правда, без картинок она, может быть, не будет такой интересной, но, в принципе, я встречала рассказы о достопримечательности города, записанные в режиме аудио. Это тоже вариант. В общем, это вот основные, на мой взгляд. Можно что-то еще сюда добавить, но в целом, в общем, чаще всего именно с такими форматами я и сталкивалась, когда я занималась исследованиями в этой теме. Давайте же уже перейдем непосредственно к процессу. С чего начать? Ну, давайте смотреть. Стандартный набор, собственно, при любом создании какого-то продукта мы все эти этапы проходим, подкасты здесь не исключение. Придумываем идею, концепцию, сценарий. То есть нам нужно сериал придумать, и нам нужна какая-то концепция, что мы хотим. Создать несколько историй по городу, создать несколько историй с рассказами о книгах. Опять-таки, о каких книгах? Какой-то общий жанр, какая-то общая тема этих книг, либо просто мои любимые книги. Ну и дальше прописываем сценарий нашего подкаста. То есть даже если мы в одиночку это все записываем, понятно, вряд ли кто-то прямо вот по вдохновению экспромтом сможет наговорить какой-то подкаст. То есть сценарий тоже нужен, какой-то текст, который должен перед глазами быть, на который мы будем опираться в записи. Даже если мы берем интервью, даже если у нас ток-шоу, то в любом случае сценарий, развитие всего этого должен быть. Далее переходим ко второму этапу, создаем аудиозапись с помощью разных программ, разных инструментов, работаем со звуком. То есть эту аудиозапись надо желательно вычистить, улучшить, там, изменить звучание, добавить какие-то эффекты, если необходимо. Дальше, если это у нас подкаст, то нам нужно его и оформить красивенько. То есть побложку нарисовать, как-то забрендировать, логотип добавить, если у нас это, например, бренд в библиотеке, может быть. Ну и наконец, уже когда у нас все готово, мы публикуем и продвигаем это все. Обо всех этапах говорить можно бесконечно. Я не буду казаться идеей, концепции, сценарий. Это, наверное, и без меня. Вы прекрасно с этим справитесь. Мы поговорим о создании аудиозаписи, о работе со звуком и о том, как публиковать и продвигать подкасты в интернете. Давайте начнем. Первый вопрос, которым скаталкивается каждый подкастер, это как сделать аудиозапись. Каким образом это все можно сделать? Начнем с того, что выбираем технику для подкаста. Понятно, что нам нужен микрофон для записи. Это 100%. Микрофоны бывают разные, техника может быть тоже разная. Я расскажу, опять-таки, о своем опыте, о том, что я узнала, когда выбирала себе микрофон для записи. Итак, ну, во-первых, то, что у нас есть под руками. Для начала, перед тем, как кидаться в магазины и что-то выбирать себе из техники, надо провести изю ресурсов, которые уже есть. Например, на смартфонах есть вполне приличные диктофоны, особенно если техника довольно современная. Вы можете попробовать воспользоваться диктофоном на своем смартфоне. Иногда это очень дает неплохой результат, и, может быть, даже если вы в одиночку будете подкаст записывать, этого вполне вам хватит на работу. Поэтому сначала обращаемся к этой технике. Если все-таки качество нас не устраивает, то давайте смотреть на микрофоны настольные, подвесные, на микрофоны петлички и тому подобного формата. Варианты могут быть разные. Можно микрофон петличка сделать, то есть прикрепить на себя и подключить к компьютеру. Можно поставить настольный микрофон, говорить в него. Если вы планируете запись сразу с несколькими участниками и ток-шоу, вот такой более расширенный формат, то, вероятнее всего, вам понадобится специальный микрофон с разъемом. XLR, об этом я чуть позже расскажу, что это такое. И отдельная звуковая карта, с которой можно подключить сразу несколько микрофонов. Если у вас есть аудио-студия в библиотеке, это вообще отлично. Про аудио-студию я говорить не буду, потому что они все разные, но там есть уже специальное оборудование, поэтому здесь вообще все отлично. Проблем никаких нет. Есть такое устройство, называется рекордер. Он позволяет вести запись в полевых условиях, что называется. То есть не в студии, не перед компьютером, а вот выйдя на улицу, записывать там. Давайте я немножко о каждом варианте расскажу. Но про диктофоны говорить не буду, потому что у каждого они разные. А вот про микрофоны я немножко расскажу поподробнее. Итак, давайте смотреть, какие бывают микрофоны. Когда мы выбираем себе что-либо, смотрим на описание. Микрофоны бывают динамические и конденсаторные. Динамические используются чаще. В основном это такая очень неприхотливая в обслуживании техника, неприхотливая к перевозке. И популярность обоснована в том, что эти микрофоны, они не очень чувствительны к посторонним шумам, к фоновому шуму. То есть они ориентированы вот на запись голоса. Поэтому для подкаста идеально подойдет такой микрофон, особенно если вы записываетесь в домашних условиях, то есть не в аудиостудии. Конденсаторные микрофоны, они передают глубину звука, но при этом они очень чувствительные. Поэтому с ними очень осторожно. Они очень чувствительны к перестановке, передвижению. И чаще всего такими микрофонами может быть обоработана ваша аудиостудия. Писать в шумных условиях, писать в домашних условиях с конденсаторным либо сложно, либо невозможно. Поэтому лучше их использовать в аудиостудиях, а вот для домашнего пользования я бы посоветовала динамический. Далее. Где записывать и как подключаться? Я уже говорила о том, что есть подключение вот такое специфическое, XLR, а есть обычный USB, который подключается через порт прямо к компьютеру. USB-подключение отличное подключение на тот случай, если вы опять-таки в домашних условиях пишетесь. Звуковая карта в этом случае уже будет встроена внутрь вашего микрофона. Вам ничего не нужно дополнительно. Как правило, даже и программного обеспечения здесь не надо. Микрофон подключаете, он опознается вашим компьютером, и вы можете приступать к записи. Если вы планируете что-то масштабное с приглашением гостей или в аудиостудии запись, то нужен микрофон с разъемом XLR специальным и звуковая карта, которая позволяет сразу несколько микрофонов подключить. Вот на это тоже обращаем внимание, когда будем выбирать микрофон. Есть еще микрофоны. Да, здесь такая небольшая техническая лекция будет. Это то, что я узнала. Я сама не знала о существовании многих таких специфических характеристик, но вот еще одна такая, и все, на этом больше не буду вас мучить. Есть микрофоны кардиоидные и суперкардиоидные. Кардиоидный пишет звук спереди и безразличен к звуку сзади. Если вы в одиночку записываете подкасты, то это ваш случай. Вот я как раз такое выбирала себе, потому что я в одиночку собиралась предпринимать записи. У суперкардиоидного направленность более широкая, он может не только писать звук спереди, но и со всех сторон. Частично даже сзади захватывать. Суперкардиоидный, конечно же, будет вам создавать помехи, если вы в домашних условиях пишетесь. Он может захватывать дела и за окном собачьи, там, крик детей, если сосед у вас за стеной шумит и так далее. В этом случае стоит обратиться к кардиоидному варианту, если вы в домашних условиях собираетесь писать, ну а в аудиостудиях, как правило, супер использует варианты. Далее, я говорила о рекордерах, о том, что это устройство для записи в полевых условиях, это по сути два в одном, микрофон и диктофон в одной коробочке. Здесь есть встроенный микрофон, внутренняя память, которая позволяет записывать и сохранять все это устройство, затем перезагружать на компьютер и на основе этого создавать подкасты. Рекордер имеет смысл приобрести, если вы планируете запись атмосферных всяких подкастов, например, выйдя на улицы города, там записывать шум города, ну так, чтобы атмосферу создавать, либо вы берете интервью где-то на бегу человека, он находится в другом месте, то в этом случае рекордер вам поможет очень хорошо. Если говорить о цене вопроса, то тут уже смотрим, насколько серьезно ваше занятие подкастингом. Если вы собираетесь посвящать этому достаточно большое время, то, наверное, стоит приобрести качественную технику, если время от времени периодически, или если вы хотите просто попробовать, то начать с чего-нибудь попроще. Микрофоны на прищепках где-то стоят, я говорю сейчас цены на сегодняшний день и говорю приблизительно к городу, где я живу, к Мурманску, ну вот микрофоны на петличках где-то от 2000, настольный микрофон от 3000, рекордеры от 8000. Ну плюс-минус в ваших городах возможно ценник будет немножко другой. Поэтому вот первое, что нужно выбирать технику внимательно просматривать, изучать. На ютубе сейчас можно найти видеоролики, где звучание разных микрофонов можно послушать, это тоже поможет при выборе. Я читала обзоры, выбирала, усматривала, то, что мне подошло. В принципе, купила не совсем то, что я хотела, потому что то, что я хотела, стоило очень дорого, но такой выбрала средний сегмент для записи. Далее, где записываться? Ну, об этом я уже немножко начала говорить, аудиостудия это отлично, но чаще всего в обычных библиотеках и в школах тем более аудиостудии нет. Тогда нужно выбирать особое помещение для записи. Обычно выбирают комнату, желательно небольшую, где минимальное эхо. Как проверить эхо? Похлопайте в ладоши, если не слышите отзвука, значит, в общем-то, нормально, можно записываться. Хорошо, если там не пустая комната будет, естественно, а будут какие-то предметы. Для звукорежиссера говорят, что вот хорошо поглощает звук мягкая мебель и, как ни странно, книги. Поэтому вот создание подкастов в библиотеке в этом смысле приобретает новое звучание. Книжные обложки, бумага, книги, они хорошо поглощают звуки наряду с мягкой мебелью. Поэтому хорошо выбрать такую комнату. Я на форумах создателей подкастов прочитала, что очень хорошо в гардеробные записываться. Если у вас есть такое место, то пожалуйста, там тоже вот эти вот вещи будут, тоже звуки поглощать. Да, хранилище, я сразу подумала про хранилище. Главное, чтобы там эха не было, а так, в общем, можно попробовать. Опять-таки, надо экспериментировать. То есть, если у вас мобильный компьютер, допустим, вы на ноутбук пишете, то можно в разных помещениях попробовать микрофон устанавливать, записывать, смотреть и выбирать. После того, как мы определились с комнатой, с техникой, вроде как, все приспособили, подключили, собственно, следующий вопрос, а как записывать, с помощью какой программы, с помощью какого сервиса. На самом деле, вариантов тут много, в связи с последними событиями, количество уменьшилось. Ну, вот все то, о чем я буду говорить, на сегодняшний день работает, функционирует, и я надеюсь, будет работать и дальше. Ну, давайте обследуем компьютер. Наверняка у вас есть программа Windows для звукозаписи. Сразу скажу, это просто звукозапись. Здесь есть минимальные возможности обрезки видео сначала и с конца, но, в общем, это просто вот на коленке, что называется, запись. Однако, если этот вариант устроят, можно попробовать с Windows поискать, нажимаем на кнопочку пуск, выбираем программу, она по-разному может называться, звукозапись или запись голоса, может быть, как-то иначе. Ну, и, в общем, интерфейс тут очень простой. Вот Windows 10 вообще минималистичен, здесь всего две кнопочки запись и стоп, и пауза. Вот. Готовый формат выгружаем на компьютер, правда, форматы там будут в зависимости от операционной системы, либо WAV, либо WMA, но я так, по-русски говорю. Ну и чуть-чуть можно подрезать, сначала с конца, если необходимо. Ну, а, естественно, для более каких-то сложных манипуляций на программы, либо сервисы посложнее. Если не Windows, если у нас по каким-то причинам не устраивает Windows, есть программа онлайн-диктофон. Опять-таки, это такое полевое решение, то есть, когда нам что-то срочно нужно записать, и по каким-то причинам Windows нам недоступен, программа для звукозаписи, либо она нам не нравится, есть вариант вот такой на русском языке. Подключаем, настраиваем микрофон, и сервис обещает хорошее качество записи. Ну, в общем, запись действительно получается неплохая. Но, опять-таки, это вот по сути дублирование Windows. Просто немножко по-другому выглядит интерфейс. В конце и в начале можно немножко обрезать аудиозапись, убрать там. Начало и конец какие-то лишние погрешности. Ну, это вариант для быстрой звукозаписи, там, для каких-то фрагментов. Ну, вот пример, например, обрезки. С помощью ползунков просто переставляем их вправо-влево вырезаем фрагмент, который нам нужен. Остальное все удалится. Это то, что не требует установки на программ, программного обеспечения, то, что у нас есть на компьютере, либо то, что мы нашли в интернете. Для более таких каких-то вещей, более сложных, особенно, если вы хотите такой более качественный подкаст создать, то, если это придется какую-то программу себе загружать, устанавливать. Бесплатных программ осталось не так уж много, если посмотреть. Я сейчас сразу оптом все три вам ссылки отправлю на эти программы. Почему эти три? потому что я в них попутешествовала, посмотрела, повстанавливала и проверила. Первое называется Free Audio Recorder. Интерфейс на английском языке, кнопок всего три, она очень простая, но это имени, опять-таки, возвращаемся к тому, что это дублирование программы в Windows. То есть здесь у нас только запись, хотя запись здесь можно регулировать. Вы можете записывать моно, стерео, можете качество устанавливать, выходной файл, формат MP3 либо какой-то другой выбрать. Здесь немножко побольше, чем в Windows есть. Эта программа хороша, если у вас техника, которая уже не первую жизнь живет, потому что она очень мало места занимает на компьютере, она очень такая простецкая, и в этом плюс и минус одновременно, потому что для редакции звука вам все равно придется искать какое-то другое решение. То есть это просто для записи, но для информации. Вот эта программа, она уже более расширенный функционал, Power Sound Editor опять на английском языке. Здесь уже, как мы видим, настройки более подробные, мы можем установить громкость и отладить, в каком формате будет входящий файл, более тонкие настройки в разделе Settings. там уже информация для звукорежиссеров, для тех, кто в теме. Я обычно какие-то стандартные использую в настройках, потому что я не сильно в этом разбираюсь, но здесь есть достаточно тонкие настроечки, и в общем программа неплохая, а файл, который мы создаем, мы потом можем еще и отредактировать. Ну, вот так выглядит редактор. Видим, что здесь очень много разных интересных кнопок, можно увеличивать громкость, уменьшать, убирать шумы какие-то фоновые на заднем плане, амплитуду увеличивать колебаний, эхо добавлять, ускорять видео, замедлять и тому подобное. Плюс еще дополнительная вишенка на торте. Этот инструмент умеет импортировать аудиотреки из видеофайлов. Подгружаете по ссылке из YouTube любой видеофайл, и вам оттуда извлекут звуковую дорожку. Вот такая маленькая опция. В общем-то все отлично, только английский язык может быть для кого-то станет проблемой. Здесь действительно придется разбираться, смотреть и пробовать. Поэтому я остановилась вот на этом решении. Кто-то скажет, что это прошлый век, а удастить не так хорош на самом деле. Придется действительно потратить время. Я первое время тут тоже тыкалась в разные кнопочки, разбиралась и пыталась понять, что здесь к чему. Но сейчас более-менее уже основной функционал поняла, поэтому стало чуть попроще. Но опять-таки время придется потратить. Да, бесплатно можно скачать много обучалок, в том числе и на самом сайте. Самый большой плюс она русифицированная, переведена на русский язык. Давайте смотреть, что тут есть. Здесь есть очень хорошая вещь, называется эффекты. Плюс ко всем вкладкам, моя любимая вкладка в этой программе это эффекты. Вот именно с ее помощью я и редактирую звук. Вообще здесь можно записывать звук, здесь есть кнопки красные с кружочком, это как раз для звукозаписи, квадратик остановить, ну и пауза, самая первая кнопка. Ну это вот самый первый этап. После того, как запись совершена, переходим в раздел эффекты и там целый огромный список разных-разных вещей, которые можно этим звуком сделать. Я всем этим не пользуюсь, потому что я не во всем этом хорошо разбираюсь. Кстати, кто в теме, здесь очень хорошие опять-таки точные настройки, можно вручную настроить звук как-то профессионально, ну не будем говорить профессионально, полупрофессионально почистить. Здесь мне нравится Noise Reduction или редактор звука, удаление, не звука, шума, удаление шумов, так называемый белый шум. Наверняка, если вы записали подкасты, замечаете, что как бы тихо у вас в комнате не было, на заднем плане, особенно отчетливо в наушниках это слышно, такое вот шпение, шуршание, это и есть тот самый белый шум. Поэтому Noise Reduction позволяет этот шум удалять. Я не буду сейчас подробно на на всех функциях останавливаться, потому что есть специальные гайды, там более знающие люди все подробно расскажут, и в интернете есть, на ютубе видеоуроки. Ну вот Noise Reduction, я советую обратить внимание на эту функцию, потому что она очень хороша для удаления звука. Автоматом удаляется со всей записи. Нам просто нужно выделить какой-то вот четкий фрагмент этого шума, обычно в конце или в начале, когда мы еще не начали говорить, вот выделяем его, ставим это как образец шума, ну и дальше вся запись чистится на основе этого образца. Плавное затухание, плавное нарастание, если у вас, например, подкаст так медленно возникает, так же медленно затухает, это хорошая тоже опция, можно ее использовать. Усиление сигнала, это особенно хорошо, если, допустим, спикер или вы, или ваш гость говорит тихо, в этом смысле можно усилить сигнал, делать погромче. И еще мне нравится нормировка сигнала, если у вас несколько спикеров в одной аудиодорожке, кто-то говорит тише, кто-то громче, можно сделать автоматически выровнять сигнал примерно одной громкости, одного ритма, вот, для этого есть нормировка сигнала. Вот кнопочки, которые я использую, возможно, когда-нибудь со временем я освою еще и остальные, но пока мне они не особенно пригодились на работу. Готовый вариант обычно в формате LAV, как я его называю, но можно настроить и на MP3, если этот формат вам нравится, то можно и в MP3 выгрузить тоже. Поэтому аудасти на сегодняшний момент, да, она не считается профессиональной программой, но она считается очень хорошей рабочей лошадкой, она бесплатная, скачивается и отлично работает на Windows без проблем. здесь я на следующих слайдах покажу вам такие два примерчика, когда собственно говоря на коленке что-то надо срочно подредактировать. На тот случай, если у вас на работе, на рабочем компьютере нет аудиодасити и негде взять какую-то другую программу, а вот срочно нужно изменить громкость, обрезать, есть много разных сервисов для этих возможностей, вот например аудиотриммер, из названия понятно, что он позволяет обрезать сначала, с конца вырезать фрагмент необходимый, он же позволяет увеличивать громкость, если это необходимо, но это не замена аудиодасити, но на крайний случай подойдет. И еще один хочу показать инструмент аудиодиноис, он удаляет шум из готовой аудиозаписи, правда он удаляет в основном только белый шум, если у вас какие-то более-таки сложные шумовые эффекты, то аудиодасити только поможет, ну а здесь есть готовые комбинации настроек, вы можете загрузить свою аудиозапись, выбрать различные типы шумов, тут есть просто шум, а вот сейчас у меня выбран adapted destruction, это супер шум, супер такая, супер поиск шума, ну и дальше загрузить аудиозаписи, послушать, как сервис справится, я пыталась, экспериментировала на стихах, на записях стихов, очень хорошо, кстати, удалилась, не хуже, чем в аудиотесте, то есть можно на крайний случай воспользоваться и вот этим, ссылки все есть на слайдах, если что-то вас заинтересует, по активной ссылке попадаете на сайт, там все очень просто, на самом деле, я не буду говорить сейчас о платных программах, понятно, что мы их сейчас и не приобретем, есть AudioForge, есть Adobe Audio, как она называется, ну в общем, Audition, по-моему, она называется, Adobe, они уже более профессиональные, если они у вас есть на компьютере, то отлично, наверное, надеюсь, они и будут дальше работать, но приобрести сейчас эти программы невозможно, поэтому говорить о них смысла, наверное, и нет, поэтому мы плавно переходим к следующему этапу, после того, как мы вычистили звук, сделали подкаст, там наложили дорожки одну на вторую, кстати, AudioDust позволяет и дорожки накладывать, то есть мы можем читать стихи, на заднем плане у нас будет играть музыка, такой вариант, код для аудиоспектакля, наверное, подойдет, или для аудиокниги, после того, как мы готовый контент создали, возникает вопрос, где его публиковать, я посмотрела разные платформы, пойдем от от иностранных, к нашим, к русским, посмотрим плюсы-минусы, как и что работает, в основном ищут какой-то вариант универсальный, который позволяет сразу сделать все, это хороший, конечно, путь, но таких сервисов немного, вот, например, Энко, якорь, у меня сейчас на экране пример подкаста, сделанного библиотекой Республики Коми, библиотека для молодежи, с интересным названием сырнички Селинджера, я в чат отправила эти сырнички, еще несколько других ссылок на сервис Энкор, это детище компании Спотифай, насколько я понимаю, Спотифай уже не работает у нас на территории России, но Энко работает, и нигде никакой информации нет о том, что они закрываются, будем надеяться, что это продолжится и дальше, чем хорош этот сервис, он может записывать подкаст, то есть, прямо в режиме онлайн, вы можете записать с помощью Энко подкаст, правда здесь нет особых, как сказать, особых функций редакции, то есть, если вы хотите вычищать звук, то все-таки лучше записывать на сторонних программах, вот так или иначе, здесь можно записывать звук, здесь можно несколько аудиодорожек смонтировать, здесь есть библиотека разных сэмплов, разных звуковых эффектов, заставочек, они называются отбивки еще, вот это все здесь есть, ну и, соответственно, Энко дает возможность размещать здесь свои подкасты, бесплатно, в неограниченном количестве, и плюс к этому, он еще рассылает их, ну, по вашему желанию, естественно, во все основные хранилища подкастов, Apple подкаст, Google подкаст, ну, я понимаю, что это сейчас не очень актуально, так или иначе, здесь такая опция есть, но давайте посмотрим, как это все работает, у меня есть инструкция по этому сервису, поэтому, если интересно, ссылочка на слайде, смотрим, вот так выглядит библиотека, в которой мы будем находиться, личный кабинет, здесь четыре кнопочки, запись, библиотека, сообщения слушателей, звуковые эффекты, ну, давайте пробежимся немножечко, запись понятна, можно записывать, подключить микрофон в режиме онлайн, либо загрузить готовую запись, это с правой стороны, раздел библиотека, здесь у нас будет все храниться, все, что мы когда-то здесь создали, загрузили, все будет в разделе библиотека, дальше, вкладка со звуковыми эффектами, это разные звуковые отбивки, джинглы, музыкальные всякие штучки, которые можно вставить либо внутрь своей записи, либо в начале, либо в конце, ну, знаете, как на радио, сначала какая-то идет музыкальная заставка, а потом начинается радиопередача, вот принцип такой же, вы можете записать свой подкаст из нескольких кусочков, а между ними вставить эти звуковые эффекты, как эпизодики отбивать, один от другого, тоже хороший вариант, есть такая интересная штучка, сообщения слушателей, вы можете подключить сюда ссылку для голосовых сообщений, вам слушатели ваши могут накидать разных сообщений, вы можете вопрос какой-то задать, спросить какие-то идеи у них, может быть возник, и потом эти голосовые сообщения, которые они вам наставляют, вы можете использовать в последующих выпусках, на них ссылаться, ну, в общем, обратная связь, да, фидбэк, загружаем, прослушиваем, добавляем звуковые эффекты, вот в этом принципе, ну, вот, так выглядит окошечко для записи, здесь все очень просто, подключаем микрофон, нажимаем на запись, далее, что здесь можно, можно его скачать, если нам необходимо на компьютер, его сохранить, пожалуйста, это можно сделать, плюс можно добавить еще фоновую музыку, нажимаем на значок нотки, и нас перекинут в раздел, последний, transitions, где разные музыкальные файлы существуют, там мы прослушиваем, выбираем, можно фоновую музыку, можно в начало ее поставить, в серединку, ну, я уже об этом говорила, ну, вот, например, я сам подкаст, он у меня красненький, выделен из двух сторон, у меня два розовеньких, это у меня отбивки, начальная и заключительная, то есть, вот так выглядит, мышка, я их могу передвигать местами, в общем, все, что я выбрала, отображается с правой стороны, вот, из этих трех частей будет составить мой подкаст, дальше я нажимаю save, сохранить, жду какое-то время, и, пожалуйста, подкаст готов, и опубликован уже в библиотеке, вы можете взять прямую ссылку на этот подкаст, первоначально вас попросят загрузить к нему обложку, написать там какой-то номер сезона, какой номер подкаста, допустим, сезон 1, подкаст 1, если у нас только первый вариант, обязательно обложка, чем подкасты отличаются от просто аудиозаписей, для них всегда нужна обложка, ну, рассказывать, как создавать обложку, я думаю, вы и без меня сможете разобраться, это не так сложно, в любой программе, в любой, какой у вас есть, в фоторедакторе, в PowerPoint, да, в общем, где угодно, вы можете создать маленькую картиночку, выбрать там, книжку поставить на картинку, на заставку, написать название подкаста, все что угодно, вот, как правило, картинка, чаще всего во всех этих сервисах требуется квадратная картинка, вот, ну, и плюс там, иногда будут какие-то особые требования к разрешению, то есть, хорошее качество должно быть картинка, загружаем картинку, подписываем подкаст, как-то его называем, нумеруем, ну, и вот, вуаля, у нас получился, вот так он будет выглядеть на сайте, здесь есть ссылки для социальных сетей, есть обычная ссылка, можно в социальных сетях ее опубликовать, можно встроить на сайт или в блог, вот, прямо этот эпизод вы можете встраивать себе на сайты и распространять их таким образом, ну, и дальше, новый эпизод, вверху кнопочка появляется, новый эпизод, переходим к созданию следующего, таким образом, они у вас сохраняются в библиотеке, ну, а вы с помощью ссылок делитесь имя, отдельно есть кнопочки, когда у нас подкаст готов будет, нас просят, хотим ли мы опубликоваться на других площадках, на Apple, на Google, Castbox и так далее, если хотим, то соглашаемся, подключаем свои аккаунты на этих площадках и публикуем и там тоже, то есть такой автоматический кросс-постинг, то есть можно не только здесь публиковать, но еще и на другие площадки выйти, если это актуально, то опция такая есть, NK выбирают, потому что он бесплатный, потому что без ограничений, ну, и не сложный, ну, вот пример, вот подкаста, вот так он будет выглядеть, это уже несколько эпизодов, ну, вот в таком образе они смотрятся на сайте, вполне себе симпатично, какие еще есть варианты, ну, все-таки они уступают NK, якорю, но так или иначе, давайте все равно о них скажу, буквально несколько слов, спика, спикер, не так много здесь русскоязычных подкастов, платформа не самая известная, сейчас подгляну точно, какие у нее есть возможности, так, позволяет не только записывать подкасты, загружать их сюда, но и публиковать их, у нее, собственно, возможности примерно такие же, как у NK, у предыдущего сервиса, правда, просто так записываться нельзя, все равно предложат какой-то плагин скачать, не очень это удобно, но проще загрузить уже готовый контент, что тут еще, добавляется обложка, описание и публикация, но есть ограничения, бесплатный тариф, 10 эпизодов, то есть если вы хотите небольшое количество подкастов создавать, то 10, вот максимум здесь, все остальное уже за деньги, а так, в общем, симпатичный интерфейс, здесь очень простой, похож, но они все друг на друга похожи, все эти сервисы, загружаем контент, придумываем название, эпизод, обложка, как обычно, описание и публикация, на выходе ссылка и код, как обычно, для встраивания на сайты и блоги, и еще один вариант подбин, здесь чуть больше русскоязычных подкастов, давайте я вам несколько ссылочек отправлю, выбирала опять-таки подкасты, либо тем, которые меня заинтересовали, либо вот близкие по тематике, ну, вот примерчик такой у меня, культовые книги, давайте смотреть, чем он хорош, здесь бесплатный тарифный план, 5 часов звукозаписи, здесь уже не в количестве эпизодов, а в количестве часов ограничения, на эти все 5 часов дается 100 гигабайт, для хранения, здесь есть базовая статистика, есть здесь ссылки, для прослушивания и для скачивания, как мы видим, можно слушать, можно скачивать, и, собственно говоря, на этом и все, работает это все примерно точно так же, загружаем подкаст, выбираем к нему обложку, придумываем описание, нумеруем эпизод, серию и так далее, с правой стороны видим, что здесь есть много кнопочек для дополнительной публикации в социальных сетях, сейчас не очень актуально, но в принципе они здесь существуют, ну, и на выходе опять код и ссылка, вот такой вариант тоже существует, ну, мимо этого я не могла пройти, потому что SoundCloud это уже как бренд, не бренд, но о нем говорят все, и все его знают, не все используют, но все знают о его существовании, SoundCloud работает, пока тоже никаких известий об ограничении работы я не нашла, будем надеяться, что так будет и дальше. SoundCloud немножко улучшил свою базовую версию, опять-таки он не абсолютно бесплатный, здесь можно загружать файлы и публиковать их, на выходе дадут ссылку и код, вы можете ими делиться в социальных сетях, плохо, что продолжительность здесь даже еще и меньше, чем в предыдущем сервисе, всего три часа дается на бесплатную звукозапись, правда здесь есть подкасты библиотеки, вероятно у них платный тариф здесь, возможно, ну вот, например, знаменитая библиотека Шаховка Астраханской области, Астрахани ведет здесь подкаст, который называется «Разбалуй город». Ссылочку я вам отправила, можете посмотреть, как это у них выглядит. Опять-таки, конструктор примерно такой же, загружаем контент, придумываем обложку, загружаем описание, публичная ссылка или частная, ну, публичная, раз мы для слушателей создаем, ну, сохраняем и код, ссылку получаем, и можно и на сайтах вставить, и в социальных сетях делиться. Естественно, если вы заходите на эти платформы, я уже не стала об этом говорить, но здесь можно подписываться, то есть, каким образом вы регистрируетесь на сайте и можете подписываться на эти подкасты, вам будут на электронную почту приходить информация о каких-то новых эпизодах, то есть, все эти платформы дают возможности для подписки, это по умолчанию. Кастбокс, вот это хорошая платформа, потому что она без ограничений. Давайте я вам интересные ссылочки сейчас отправлю. Вот это меня просто развлекла ссылка, такая, минутка несерьезности. Называется этот подкаст «Искусство для пацанчиков». Вот, пожалуйста, ссылочка. Это когда об искусстве можно говорить, ну, что называется, на пальцах, по-простому. Ну, можно по-разному к этому относиться, но есть такой подкаст, вот, можно послушать, по, ну, может, какие-нибудь идеи возникнут, очень полюбопытствовать. Ну, а остальные две ссылки я вам серьезные дам, на лекции Быкова, на аудиолекции, и на лекции Арзамаса, я думаю, знакомый вам проект. Вот так выглядит, довольно симпатично. Чем хорош Кастбокс? Это, конечно, англоязычный сервис, но, здесь нет ограничений, то есть, они дают возможность и прослушивать треки, и подписываться на них. Точно так же мы грузим свой контент, добавляем обложку, все как обычно. Вот так выглядит уже готовая, загруженная вещь, я тут обложку не добавила, но вот конструктор выглядит так. То есть, придумываем название, описание, там, время создания, здесь есть и аналитика, и все остальные опции здесь есть, и совершенно все бесплатно. Так что можно попробовать этот сервис, тем более, что Анка, он хорошо интегрируется с Кастбоксом, он может и сюда тоже публикации распространять, так что вы можете, если зарегистрироваться в Якоре, параллельно еще поститься и в Кастбоксе, если это необходимо. Хороший инструмент, здесь довольно много русскоязычных подкастов, я просто вот выбрала, которые мне показались интересными, здесь хороший поиск по отраслям, по направленности, можно найти то, что необходимо. Не всех порадует английский язык, конечно же, но инструмент хороший и рабочий, почему нет? А вот это наша отечественная разработка, называется Mave. Она не так давно появилась, почему-то здесь очень мало нашего контента, либо я плохо искала, поиск здесь плохой, от слова плохо, совсем все плохо, и сервис работает не очень стабильно. Вот этим он меня сразу оттолкнул, я тут долго пыталась в нем разобраться, понажимать разные кнопки, хотелось посмотреть. Сделан, конечно, неплохо, красиво даже временами, вот, пожалуйста, ссылочка на подкаст, то, что мне удалось найти здесь. Здесь какой-то очень сложный конструктор, потому что он от меня требовал всегда какую-то другую обложку, и все обложки, которые я ему предлагала, не нравились. Он требовал от меня, чтобы обложка была именно квадратная, не пикселем меньше или больше, чтобы она была разрешением 1400 на 1400. В общем, мне кажется, это как-то очень странно. На самом деле здесь все на русском языке, особенно рассказывать нечего. Добавляем контент, добавляем информацию, обложку, выбираем категорию, какую категорию отнесен наш подкаст, и сохраняем. Но создатели Мэйва утверждают, что это только начало, сервис будет развиваться, у них есть своя группа ВКонтакте, если хотите, можно там много информации о них подчеркнуть. Вот отечественная разработка, я так думаю, что они взяли сообразец предыдущей сервиса CastBox и развиваются в этом направлении. Здесь тоже нет никаких ограничений, все абсолютно бесплатно. Так что вот, можно здесь попробоваться. Так, у нас в чате пишут, что пропал звук, но у меня пишут, что звезд хорошая, не прерывалась. Если все хорошо со звуком, щелкните огоньком, пожалуйста. Ага, все, спасибо. Огоньки есть, значит, я могу продолжать. На самом деле, есть еще решение абсолютно кардинальное, взять и загрузить подкаст на YouTube. Это же тоже платформа, и она тоже дает возможность подписки. А почему нет? Только другое дело, что здесь нужен формат другой, не MP3, не какой-то аудиоформат, а нужно из MP3 сделать, например, MP4 и загрузить в формате видео. Почему нет? Я видела такие варианты подкастов, да может быть, и вы сами такое делали. Когда берем картинку, накладываем на нее звук, у нас получается подкаст в формате видео. Ну, это можно сделать в разных программах. Например, раньше я пользовалась PowerPoint, брала слайдик, вот пример сейчас на экране, на него, допустим, вот это запись стихотворения. У нас был проект, стихи о войне, это к юбилею, к круглой дате со дня, с окончания Великой Отечественной. Мы читали стихи о войне, в частности у нас был цикл стихов Юлии Друниной. Вот таким образом мы оформляли. Мы тогда не знали, что это мы делали подкасты, на самом деле, мы просто записывали стихи, у нас была серия таких стихов, но, вероятно, это можно назвать подкастом было. Мы вот так вот на слайдике размещали картинку, писали название стихотворения, небольшой фрагмент из него, вот так оформляли, как нам казалось, красивенько, ну, старались. А потом на этот слайд мы накладывали в программе PowerPoint звук, только чтобы его было не видно, ну, и сохраняли все это в формате видеоролика. И грузили на YouTube. Вот у меня сейчас на YouTube целая коллекция таких аудиофайлов существует. Вот. Наверное, это в каком-то смысле был подкаст. Если в PowerPoint не хотим возиться, можно вот такой взять. Сервис называется Add Music to Photo. Это вообще сервис из двух кнопок. То есть мы загружаем картинку, ну, обложку нашего подкаста, загружаем аудиофайл до 100 мегабайт и нажимаем Create Video. Нам сохраняют в формате видео. PowerPoint можно даже не открывать. Это все в режиме онлайн делается. Вот таким образом это работает. Таким вот нехитрым способом можно вгрузить подкасты на YouTube, если это необходимо. Будем надеяться, что YouTube тоже не закроется. Теперь давайте посмотрим про социальные сети. А конкретнее про Яндекс.Музыку и про ВК. Наш любимый контакт. Что с ними? Здесь история немножко посложнее. Если вот на все предыдущие сервисы грузить мы могли без всяких разрешений, без всяких ограничений, ну, если только по количеству часов, то здесь у нас уже пойдут ограничения. В Яндекс.Музыке на самом деле очень много разных подкастов русскоязычных, интересных. Вот несколько подкастов разных библиотек. Российской государственной, электронекрасовки, шепоты и книги. Это вот сейчас на экране подкаст. Это подкаст библиотеки Екатеринбурга. Очень неплохой. Найти там можно очень все просто. И вот в качестве как слушателя вы легко найдете любой контент, который вас заинтересует. Здесь проблем с этим нет. Если вы подкастер, то некоторые проблемы все-таки возникнут. Мы не можем просто создать свой аккаунт и начать грузить туда подкасты. Мы должны написать заявку. То есть от нас требуют Яндекс.Почту, название подкаста, ваше имя, краткое описание, что за подкасты вы собираетесь тут размещать. Если вам разрешат, вы можете прислать ссылочки на какие-то свои работы. Еще иногда потребуются документы на ваше авторство. То есть много-много всего вам предварительно потребует, чтобы вы прочитали условия Яндекс.Музыки. Что там основные условия? Что это должен быть разговорный контент, что это должно быть либо моно, либо стереозвучание, что у вас должны быть права на записи, нельзя чужие использовать. Ну и не нарушать законодательство Российской Федерации. В общем, такие основные требования. Если у вас есть опыт размещения, на Яндекс.Музыке было бы интересно послушать. Но поскольку здесь библиотека размещено довольно много, я думаю, что здесь процесс несложный с регистрацией, но потребуется какое-то время для оформления. Примерно таким же образом обстоят дела с социальной сетью ВКонтакте. Вообще, очень просто, можно вообще в аудиозаписи грузить все свои подкасты, собрать их там где-то в одну папочку, на один аккаунт, назвать это под гордым словом подкасты и все. Но если мы хотим посерьезнее что-то сделать, то нам придется обратиться в специальное общество ВКонтакте. Может быть, да, может быть, даже к нему обращались. Ну вот пример подкастов, как они выглядят ВКонтакте. Вот это целая группа, которая посвящена подкастам. Ссылочку я вам в чат отправила. А вот смотрите, куда надо обращаться. Обращаться нужно в общество, которое называется общество разговорного жанра. Вы внимательно можете прочитать инструкцию. Она здесь прилагается. Там тоже примерно такой же, как в Яндекс.Музыке, требования. То есть авторские права нельзя нарушать, нельзя брать чужие музыкальные произведения, должно быть хорошее качество звукозаписи. Здесь от вас потребует, чтобы вы приложили несколько примеров вашей записи. То есть сначала вы в подкасты можете загрузить к себе на страничку, либо в ваше сообщество, а потом уже посылать сюда на проверку. Их послушают и скажут, хороший вы подкастер или недостойный пока стать им. Подкасты, такую опцию дают только сообществом. То есть, если вы просто индивидуальный пользователь контакта, то вам придется сообщество создать и в него размещать подкасты. Ну, а если вы какую-то группу уже ведете, то в этой группе у вас, если вам все разрешат, появится вкладочка подкасты. И вы туда совершенно спокойно уже можете загружать ваш подкаст. С обложкой, со всеми остальными красивостями. Ну, если посмотреть, сколько здесь существует подкастов, библиотек, музеев и других некоммерческих организаций, в общем, наверное, овчинка стоит выделки и можно попробовать продвинуться здесь, тем более, что сейчас ВКонтакте, я думаю, будет расширяться и расширяться. Поэтому можем успеть захватить свою нишу и радовать читателей подкастами. Естественно, не всем они могут прийти по вкусу. Я, как и визуал, не очень люблю подкасты. А если я параллельно еще чем-то буду заниматься и слушать, то то, что я слушаю, пролетит мимо ушей, честно говорю. Поэтому вот по этой причине я не очень их люблю. Но если ваши читатели любят подкасты и ждут от вас такого формата, то это хороший вариант представить им, например, ВКонтакте информацию. Ну, а это я уже немножко повеселилась. Это я попробовала сделать в удобе. Сервис, я думаю, вам знаком. Сделать подкаст. Как я это сделала? На самом деле это не совсем подкаст, потому что здесь нет подписки. Здесь есть набор треков и здесь есть картинка. Вот. Красиво выглядит. Но здесь нет подписки. Сделала я это с помощью сервиса Удоба. Как вы знаете, это хороший сервис для публикования всего, чего угодно и создания разного интерактива. Здесь есть шаблон, который называется аудиозаписи. Точнее, аудиоплеер. Вот так он выглядит. То есть мы можем загрузить сюда подкаст, любую запись. Там 16 мегабайт, по-моему, ограничение. То есть оно не очень большое. Но для небольшого подкаста, в принципе, наверное, нормально. Выбираем вид плеера, проигрывателя, добавляем обложку, ну и сохраняем. Правда, я сначала создала папочку, которую назвала подкасты, а туда она загружала, она добавляла вот таких вот видео и каждому добавила картинку. И получилась у меня вот такая папка с подкастами. Правда, на них подписаться нельзя, зато их можно прослушивать. Это абсолютно бесплатно, никаких заявок заполнять не надо, это всегда под рукой. Это хороший вариант, если вы с сервисом УТОПа дружите, очень много в нем работаете. Чтобы все было под одной крышей, вы можете его использовать. Плюс на каждый трек вам дают ссылку и код, и можете вставить и на сайт, и в блоге, и в социальных сетях делиться. В общем, вот, я попробовала. Если вам нравится такой хулиганский способ, пожалуйста, дарю, можно попробовать его тоже. Ну, и в заключении, о чем я еще не сказала, это про аудиоспектакли и тому подобные вот эти вот вещи, где от нас какая-то фоновая музыка нужна, какие-то красивые там спецэффекты, я не знаю, там, блоки выстрелов, шум дождя, шелест листвы. Вот, если мы хотим красивые подкасты такие создавать, особенно, если мы какое-то художественное произведение читаем, то вот на заднем плане можно добавлять какие-то спецэффекты. Естественно, все убирается в авторское право и нам желательно понайти платформы, где можно без ограничений взять такие файлы. Пожалуйста, вот на этом слайде у меня здесь разные фонотеки собраны. Фонотека YouTube доступна теперь только если у вас есть свой собственный канал. Раньше она была доступна вообще всем, а сейчас только если вы владелец канала на YouTube, тогда вам есть доступ к фонотеку. На все остальные библиотеки я тут дала ссылочки. На что я хотела бы обратить прежде всего внимание. Первые две шумотека и вавлайбраре это разные спецэффекты. То есть здесь не музыкальный именно файл, а там скрип карандаша, шелест бумаги, вот такие вот шумы. А остальные, которые идут, начиная с фонотеки YouTube, это уже полноценные библиотеки разных музыкальных файлов на русском, на английском. Я из этого всего бы выделила, конечно, фонотеку YouTube, но сейчас я переформатировалась на формат, который называется Pixabay. Он внизу, самый последний, синенький. Это очень хорошая платформа для поиска изображений, музыки и видео. Вот в том числе музыка здесь вообще отличная, очень красивая. Все ссылки на слайде скачайте, пожалуйста, презентацию. Очень много, я бы вам сейчас весь чат забила этими ссылками, долго бы их пустила. Если вам нужны эти ссылочки, они все активные, все на слайдике, скачайте, пожалуйста, презентацию, там все они есть и можно уже выбирать ими пользоваться. Вот из моих личных рекомендаций. Это вот мой такой обзор небольшого опыта, что я знаю про подкасты и что я могу посоветовать для тех, кто только-только этим начал заниматься. В заключении, обычно я этот слайд не комментирую, но здесь, видимо, придется прокомментировать, потому что для тех, кто меня ищет в интернете, изменились все мои контакты с исключением электронной почты. Кому интересно то, чем я занимаюсь и вообще, в принципе, информационные технологии, то, пожалуйста, вот все мои координаты. Я буквально пару минут прокомментирую. Блок «Розоветров Север», который я веду, он продолжает работать на новой площадке. У нас появился, у меня появился свой собственный домен икт-мастерилки.ру, но название осталось то же самое, «Розоветров Север». Можно подписаться, я сделала подписку и раз в неделю рассылаю, делаю рассылки по понедельникам с утра новые посты, новые интересные мастерилки. Если вам эта тема интересна, конкретно то, что пишу я, то, пожалуйста, в блог. Икт-технологии для школы и для библиотеки, то, пожалуйста, группа ВКонтакте существует с названием Икт-мастерилки. Это топыли группы на Фейсбуке. То есть, все материалы я перенести, конечно, не смогу, но по большей части какая-то информация будет из группы и будет, естественно, все новое. Вот. Ну и появился канал в Телеграм. Я не очень люблю Телеграм. Это больше как доска объявлений для меня, я все-таки люблю больше пообщаться, но для того, кто любит Телеграм, есть доска объявлений в Телеграме. Это точная копия Икт-технологии истерилок ВКонтакте. Вот. Ссылочки в чат отправила, если вдруг необходимо, пожалуйста, заходите и пишите. Вот. Так, у нас вопрос один здесь висит. Как вам кажется, какое время оптимально для одного подкаста? Для записи одного подкаста или для того, как зрители и слушатели будут его слушать? Ну, запись у вас будет, наверное, не за один день, не за один час. Ну, один-два дня наверняка точно у вас отнимет, в зависимости от того, как хорошо вы владеете технологиями, там, не будет ли проблем. Если вы в одиночку пишите подкаст, это, естественно, будет побыстрее. Если вы записываете несколько спикеров и там нужно еще сценарий прописать, может быть, не один дубль сделать, мало ли, то это будет подлиннее, конечно. Если имеется в виду периодичность подкастов, то обычно я посмотрела, мне тоже был интересен этот вопрос, неделя, но это если у вас есть ресурсы на это, поэтому поставишь неделю, а потом понимаешь, что ты не можешь выполнить эти обязательства, тогда, может быть, имеет место два раза в месяц. Но в любом случае, если вы создаете подкаст-канал, пропишите, пожалуйста, с какой периодичностью будут выходить, чтобы зрители были в курсе, как долго ждать нового подкаста. Ну, в общем, наверное, от недели до месяца. Реже один раз в месяц уже тогда не имеет смысла. Зрители вас, слушатели забудут просто. И еще хотела добавить такой маленький фрагмент подкаст, это не для одиночек. Можно, конечно, в одиночку тянуть на себе подкасты, но это довольно трудоемкий процесс для одного человека. То есть это должен быть коллектив. Кто-то будет заниматься, допустим, с записями, кто-то будет актером, голосом записывать, работать, кто-то будет продакшеном заниматься, продвижением и тому подобное. То есть, ну, человека два точно должны над этим работать, на мой взгляд. А если мы пишем аудиоспектакль, то вообще там надо искать дикторов, конечно, ну, более профессиональных людей без хорошей дикции. Вот, об этом я хотела сказать. Ну, в общем-то, наверное, все, что я хотела сказать. Отлично, что меня не вырубило сегодня. Спасибо вам большое за внимание, за то, что пришли. И мы будем надеяться, что наши интернет-любимые сервисы будут продолжать работать, и мы будем продолжать создавать что-то новое и интересное. До новой встречи. Да, еще хотела сказать, что в связи с разными вариантами сервиса, кто-то пропадает, кто-то уходит, возможно, будут коррективы. В вебинарах, внутри самого вебинара, тема, скорее всего, останется та же, а вот внутри самого вебинара программа может чуть-чуть корректироваться, ну, в зависимости от того, какие сервисы будут нам доступны на данный момент. Вот, пожалуй, теперь точно все. Спасибо большое.